Так, всем привет! Появляюсь я, появляется запись, сегодня транслирую я один. Саня придет соединиться в следующей игре, так что эта игра моя, абсолютно полностью. Играет у нас Днепр.UA и Укрмафия, потому что Укрмафия вылетели, а Днепр.UA прошли дальше вместе с IG. И, честно сказать, я болею за обе эти команды, потому что, что я могу сказать? Укрмафия, мне просто хочется, чтобы Укрмафия снова встретилась с DP и посмотреть на эту игру, там, кто исправится, кто что подумает. А Днепр.UA, я уже говорил, почему я хочу, чтобы они выиграли, потому что это единственная команда, которая вышла с лозеров. И Днепр.UA уже занимают минимум третье место, и сейчас будут сражаться за стопроцентное второе, а затем, если выиграют эту игру, то затем будут сражаться с ДК за честнейшее третье место, точнее первое, завтра. В БО-5 режиме. Скорее всего, это будет в 5 вечера, поскольку максимум 5 игр в БО-5 режиме. В 7 вечера начинать рассчитывая на 5 игр не очень. Вот как-то так. Что я могу сказать? Шейкер... Даже не так. Эхо слэма из Бласт Реведж. Очень-очень банально и эффективно. Дёшево и сердито. Стандартный эпик сейчас Днепр.UA и Укрмафия решила или понестандартничать, или повыпендриваться, или же у них есть какая-то тактика. Я на это надеюсь, потому что укрмафии всегда есть тактика. Они проиграли всего две игры. Обе ДК, учитывая, что первую они выиграли. Вот. Что я могу сказать? Гирокоптер. Я говорю, что этот герой может творить чудеса. ДС, если будет давать хорошие вакуумы, и Таск, если будет давать хорошие шарды в вакуум. Вся команда должна ложиться под колдауном. Плюс ещё Визаж может контролить сплэш-станами. То есть, очень-очень хитренько здесь получается. Главное, чтобы Визаж, он был здесь при руках. То есть, в плане сплэш-урона, вроде бы как Днепру ей должны выигрывать. Потому что, ну, РРР, и всё, замес выигран. Шейкер, аппарат и Тайт. Но нужно всё это делать с умом. И всё-таки, если хорошо раскастуется Таск, ДС и Гирокоптер, и Визаж будет станы выдавать правильные, то, по-моему, это достаточно всё-таки больно выйдет. И, наверное, даже эффективнее. 10 секунд осталось. 5 секунд осталось. Резервы. Резервы. Резервы банальные. Я не вижу каких-то запретов для какой-то очень важной стратегии. Затем я не понимаю, почему банят с Тракса в Хускара. Потому что Хускар это, ну, хуже не придумаешь для Траксы в противниках. Разве что там Мартра какая нафиженная. Ну, просто Хускару и голда не нужна сильно, чтобы лилей выдавать. Эмбр здесь не будет резистить магический урон Хускара, то есть уже плохо. Зато если он вовремя улетит на реминантах, когда у него ультанёт Хускар, можно будет заманить к себе Хускара на фонтан. Тоже весело. И Джиггернаут, который будет прыгать, больно прыгать, потому что это Джиггернаут. Так что, ёлки, глянем, что из этого всего выйдет. Лично я считаю, что Хускара будет стоять проще против Эмбра в миду первое время. Но к Эмбру, я думаю, будет прибегать Висаж периодически, подлетать и помогать. Также, возможно, будет роумящий Таск или ДС будет приходить просто и в тупую щиток на него вешать. Тоже почему бы и нет. По-моему, агрессивно. Плюс ДС надо ставить против Тайда. Хотя Джиггернаут, он тоже будет мешать фармить. Так не слабо, вместе с... Да, да, да. Из ранжевого здесь только Хускар, который будет в миду. И аппарат не сильно большой урон вносит, чтобы убивать крипов под щитком. Особенно, если это ваши союзные крибы. Так что здесь Джиггеру будет больно реально фармить. А если ДС пойдет на линию к Арбузу, то будет еще больнее. Как-то так. Ребята пошли смотреть варды, да? А, Чудо Реборн. Не отображаются скиллы. Вот это круто, если честно. Вот это, ну реально круто. Ждаггер. Тип-топ. Мне аж даже как-то приятно. Знакомые имена, которые не меняют каждую игру. Это крайне приятно. Кстати, что я могу сказать? Трансляции, записи это хорошо, конечно. Но монтировать их забирает время, поэтому вечером на стримах я постоянно зеваю. Сильно не обижайтесь, ребята, это того стоило. Зато теперь реплеи, там где я зеваю, можно посмотреть на ютубе. Как всегда, я обожаю смотреть по дастам. Вот так вот намного проще смотреть. Дастов здесь нету. То есть стандартный такой отжим рунки. Я бы, если честно, кого-то отправил бы вниз, потому что, ну... Оставлять кого-то внизу, это умно. Это, считайте, вы получаете одну руну. Ну, плюс шейкер здесь с фиссурой. Сейчас, если отрезает вот так вот, забираю любого просто. Выбирайте и забирайте, называется. Но! Поскольку Джаггер был под БКБ, за ним, конечно, не покатились. Но Джаггеру здесь реально больно. Больно здесь абсолютно всем. Плюс сейчас будет скоро второй... Второй покатушек, Сноубол. ДС жарит, ну, бешено всех. Все просто дико пробиты. Хватать ДСа надо в щиток. В Сноубол надо было. Под щитком здесь Таск мог продолжать идти, потому что, ну, он нажаривает просто нереальный здесь урон. ХПшек просто у обоих команд в тупую нету. А внизу руна все еще есть. Но, боже, как же здесь все-таки пробивал Шейкер с Хускаром и ДС. Такой просто Захара с ХПшками. Как я и говорил, Виссаж будет периодически подменять Эмбара, а так просто, чтобы подбежать, посмотреть и убежать. Кстати, мама мог бы сейчас Вистами цеплять и забирать Хускара, может быть, Эмбру. Но долго бежал. Внизу, тем временем, Тайд будет пытаться мешать фармить Геррокоптер. У него это получится очень плохо. А вот ДС будет мешать, реально мешать фармить Джиггернаут. Особенно тогда, когда у ДСа появится Сулринг. Потому что крипы, ну, просто ложатся под этим щитком бешеным, если честно. Джиггер пытается ему что-то сделать, но ХПшки, ну, просто тают против ДСа на линии. Здесь надо его как-то зацепить, а он не будет выходить из-под тавера. Надеюсь на это. Потому что ДСа не нужно выходить из-под тавера. А как я и говорил, здесь Хускар борзеет. В принципе, оправданно, потому что он может Хускару намного проще борзеть в такой ситуации. Плюс Тайда внизу так погнабливают. Два ранджевика и шарды летают постоянно. Так что, если кто и сольет ФБ, то, скорее всего, здесь больше всего, как бы, шанс Тайду слить ФБ. Эмбер правильно сделал, что отошел, он не начал наглеть. Он, в принципе, мог бы забирать, но пассивка Хускара это опасная вещь, которую не стоит недооценивать. Лучше еще отпиться с маны, пообузить ботл и потом заходить на него второй раз. ДСу здесь не дают просто выходить из-под тавера, чтобы не мешал фармить бедному Джиггернауту. Это очень правильно, потому что... Аппарат здесь Чейнг точно себя накидывает, чтобы хоть как-то этого ДСа пробивать и отгонять. Эмбер фуловый отхилялся. И может снова агрессировать на Джиггернаута. Но Джиггернаут его сильно близко к себе не подпустит. Или подпустит. Не попал Фистом. Обидно. Просто обидно. Это, конечно, была одна секунда, но... Так, не Фистом, а связочкой, как говорится. Вот, это, конечно, одна секунда, но... Все равно, дамаг там приличный влетает. И, в общем, он бы забрал. Что Джиггеру нужно... Точнее, не Джиггеру, а Эмберу нужно... Хотя бы на яичку как раз скачать Фисты, чтобы сейчас залетел он. Чтобы иметь какой-то... Не эскейпа, а какую-то возможность быстрее агрессировать. И здесь уже Хускар будет ложиться, потому что... Ему сейчас будет реально больновато. Закатился отличный сноубол. Сейчас шарды забирают. И Эмбер просто походил рядом, получил экспу. И, ну, отлично, заагрессировали. Просто отлично. ММДжей здесь молодцом. И еще и визаж замедлил неплохо. Не связались с него Джиггера. Не Джиггера, а Хускара везет им пока что. У него неплохой резист получается. Визажу сейчас нужно забирать рунку. Не отдавать врагу абсолютно ничего, как говорится. А вот Эмберу сейчас нужно было заходить и наглеть. Сейчас нужно было кидать шарды. Шардами бы он достал, если бы не затупил. Вот отсюда-сюда можно было спокойно положить хоть вот такие вот шарды. Хотя бы задамажить. Вот, если не накрыть 100%. И надо было катиться сноуболом. Ну, килл сейчас потеряли, но агрессируют. Вот и Эмбер. Фокусит рунки. Под хостой может даже забрать Хускара еще раз. Но хочет приберечь хосту на будущее. Вообще, в идеале, ему надо бы наверх сбегать и забрать бы Джаггера. Джаггер не растолстел. Как-то неожиданно на него вылететь, пока он не нажал Блейд Фьюри. И зажарить его. Кстати, Джаггер все-таки последовал моему примеру и вкачал плюсики. А здесь Хускара зацепляют и убирают. Две смерти в меду. Я говорю, что здесь Эмберу будет плохо стоять. Я говорю, что Эмберу будет плохо стоять. Но Эмберу будет плохо стоять одному. А Укрмафия не стоит одна. Потому что Укрмафия это хорошая тима с хорошей стратегией, которая не зря вышла в топ. Обидно будет за Днепр, если они проиграют. Но что я могу сказать? Я могу сказать, что Мафия, ну, просто из-за длительной игры слила вчера ДК. Даже как-то немного обидно очень для Мафии. Я уже обсуждал это. Можете посмотреть игры, кстати. Вчерашнюю три игры у нас было. Все они залиты. Можете все грядать. Кстати, с Реминантов можно уже залетать на Укрм. У Скара его связали сейчас. Если бы были Реминанты, если бы... Ну, я думаю, что можно было забирать. Но хотя у Скара есть ульты и не слабый такой дамаг. Так что тут еще надо думать. Тем временем Виссаж прибежал наверх уже ДСу помогать. ДС побежал в лес с Солрингом. И пытается что-то формировать так потихоньку. А вот что я могу сказать? Могу сказать, что да, Укрмафия, она оригинальная команда. То есть от нее можно ожидать что угодно практически всегда. Потому что, ну, агрессия, оригинальность. Вот, ну, это, конечно, не так, чтобы оригинально было, но это было агрессивно. И правильно. Шейкер здесь был под Вардом. Да, Шейкер был под Вардом. Обидно, конечно. Ну, с кем не бывает. Сейчас пойдут Девардить здесь. Это, скорее всего. Вардики стоят уже 4 минуты. Шейкер просто увидел их или по мини-карте, или по твичу. Пошел Девардить их. Причем еще, ну, я более чем в этом уверен. Потому что, ну, вот так вот напихать Варды. Нужно уметь, если честно, поставить единственный Сентреаку на карте. За исключением вот этого какого-то побоища. Тоже было вардовое. Туда, куда нужно. Потому что могли агрессивный Вардик на ХГ еще закинуть. Вот, например, этот, да? И так далее. А пошли Девардить именно здесь. Абсолютно неудивленный, если честно. Ну, да ладно. Кстати, если бы накрыли Шардан более правильно, то там можно бы было забирать. И с реминантов, я думаю, сейчас можно залетать было под крипами. Ну, под союзными крипами. Под вражескими крипами, конечно же, Эмбру залетать совершенно не надо. Эмбру реген очень сильно нужен, хочу сказать. Реген для Эмбра это полезная штука. Плюс, мне интересно, что он сейчас фармит. Скорее всего, Трэвела. Саня здесь бы сейчас сгорел на эти Трэвела. И, наверное, хорошо, что его нету. Пусть погорит лучше в комментариях на Ютубе, на реплейчике. А сейчас лучше пусть пострадает. Сам не знаю, чем. Вот, надеюсь, что он завтра не опостает. Потому что завтра игра, скорее всего, будет в 5 вечера. Рано и сурово. Кстати, снова агрессируют на Хускара. Сейчас будут реминанты, я так считаю. Нет, даже реминанты здесь не нужны. Просто связать и забрать. Кстати, если бы были реминанты, то не потеряли бы Хускара. Слишком самонадеянно зашли на... Точнее, не потеряли бы Таска, потому что слишком самонадеянно зашли на Хускара. Не стоит забывать, что Хускар это такой герой, который, ну, вносит нереальный дамаг, особенно когда его зажали. И одного зафокусить и убить он сможет. Из вашей тени. И не стоит жадничать, особенно если у вас есть реген. Нужно его убивать. Вот, говорю. Как минимум, надо было щиток нажимать. Может, с реминанта забегать. Точно не скажу. Появляется Тревелла, и начинается агрессия. В принципе, как я и говорил, здесь Тревелла хорошо заходят на самом-то деле. Потому что вот забрали Керри, ну, правда, в обмен на Керри. Хускар тут забирает герокоптера, и это очень плохо. Но также забирают и Джиггернаута, так что более или менее разменялись преимущества сейчас у Камаки. И ребята играют, ну, достаточно так, на высоком уровне. И, если честно, то я не прочь бы увидеть их на нашей базе. Напоминаю то, что сейчас идет война не просто за бабки, еще сейчас и отбираются по скиллу игроки. Почему здесь есть класс хит, почему здесь есть все, почему я периодически показываю людям знаку. Для того, чтобы смотреть, как кто фармит, как кто собирается, как кто что решает, после чего все эти реплеи будут пронюхиваться. Кстати, Шейкера здесь, ну, просто забомбили. И сажать, ну, просто забомбили. Кстати, можно лететь за аппаратом. Знает он, что аппарат битый или нет? Нет, не знаю. А, нужно было лететь за аппаратом. Вот, реально. Там его бы спокойно добили горгулями бы. Вот, я все-таки продолжаю. Каждая команда, вот сейчас особенно из вот этих трех, особенно дерзко и придирчиво к DP, Укрмафии и Дэймон Капасу будут относиться, будут высматривать их игроков и смотреть, кто как играет, и собирать Dream Team, как мы говорили, да. Получат тренировочную базу игроки, смогут точить свой скилл, играть, возможно, пойдут на более или менее популярные какие-то турнирчики полетят. Ну, в общем, ищем, называется ТОП. Кстати, я удивлен, но лопнулся здесь просто отличный баста летел, и поэтому лопнули Эмбера, но разменяли его на аппараты и на Хускар. И самое главное, что Эмбера отдали аппарату, которого сразу потом и забрали. И это означает, что... Все-таки надо завершить мысль. Меня сейчас просто отвлекают по поводу завтрашней игры. Ещё пишут, чатятся, все команды нужно узнавать, как-то наибобно, что играть. Я удивлен, что Исаж здесь выжил, потому что в Блэйд Фьюри не раскастуешься. Но Исаж вызывает. И главное, я всё-таки закончу мысль, что главное, что Хускару не дали покушать, потому что Хускар с деньгами на так минуте 13-20, ограничиваясь с нынешним временем, как бы, может ещё агрессировать, очень так сильно жару забавит. Так что, как получится. Сейчас будет, наверное, немного дёрганная игра, потому что там кто-то может, кто-то не может, все ещё должны у меня это узнавать. Зачем связываться напрямую с организаторами или администрацией, если есть комментатор, ему намного интереснее писать. Кстати, просто реведж сливать визажа, пусть и буйствующего. Я не знаю, насколько это правильно. Кстати, вот вы слили реведж, и где сейчас ваш реведж? Где я сейчас ваш реведж, а? Минус два. Причём ещё один реведж. Ну, ещё и рев. Ну, больно. Вот реально больно сейчас было. Дипичком, и они совершили ошибку. А, у Кснафи, не прощаюсь, абсолютно. Радиентство. Эмбр начинает просто по-зверскому летать по всей карте. Как бы, плохо ему в плане манны. Хотя он умудряется правильно обузить боту, и вроде бы таких прям сильно критических потерь манны я у него не вижу. Но в чём дело заключается? Объясняю просто, когда-нибудь я вот сюда вот пикнул вардик. Именно вот сюда пикнул вардик, и его не смогли, не мог Саня раздевардить. Я там против него играл. И как же он горел, он просто постоянно туда приходил, пытался девардить, напикивал там кучу вардов, светил гемом, а я просто приходил и забирал все его варды, потому что там, ну, было... Я же любитель находить лазеечки на карте, и там было непрофикшенное такое место, и... Я туда как раз вардик запикнул, и его тупо не было видно вообще никак. Вот как раз на тех эншентах. Он и блочил эншентов, и... и девардил отлично хэгэшечку на балконе. Появляется реведж, вот-вот, есть блин, и сейчас будет что-то серьезное, по-моему, если все-таки встретятся команды, потому что, ну, Укрмафия явно идет, чтобы чего-то сейчас добиться. Плюс к ним сможет в любой момент прилететь Эмбр с Тревелок. Так что, фактически, они сейчас в пятером стянулись в одно место. Тайт просто в шоке убежал от них, потому что их заметили. Да, их заметили. И вард их тоже заметили. Надо девардить на самом деле. Укрмафии здесь очень сильно, потому что... Ну, елки-палки. Кстати, бог ты мой, как же все-таки вардики любят друг друга вот так вот оставлять, а? Как мне нравится, когда остается там буквально один метр до вардика, и его не палят. Вот, Саня появился более-менее в дотке сейчас. В принципе, я могу ему позвонить, но зачем? Докомментирую сам эту игруху. Вот, вторую он уже будет с нами. Кстати, не помешало бы сейчас показать вам фармящего гирокоптера, а мне пойти и чекнуть Twitch. Гениально? По-моему, гениально. Twitch работает хорошо, людей намного меньше, чем вчера. Конечно, понятно, потому что вчера был финал сетки венеров, как-никак, и потому что вчера было оповещение, которое я сегодня забыл сделать. Да, которое я сегодня забыл сделать, но игры есть в реплее на YouTube, так что можете заходить и смотреть на YouTube все. Делитесь как бы с мамами, с папами, YouTube. Все будут очень счастливы и рады увидеть вашу игру, игру ваших друзей и так далее. Вот, и Джигернал сейчас уходит просто под колдауном и парой тысячечек. Не уверен, что нужно было ультовать, но нужно было, наверное. Вот, снова мой любимый Тайт, который стоит в полыгры, еле-еле дамажит якорем, без маны, без реведжа, без денег, не помогая замесом, но формирует. Вот, ему там фактически не наносится урон, особенно, когда он пассивку промаксит, его вообще почти не будет наноситься. Ну, как же ему безумно нравятся такие вот тайны, если честно. Бан! Залетел второй стан Кускару. И колдаун будет через 15 секунд, агрессирует слишком рано, надо было потянуть время, потому что начинает уже убегать Джигернал. Может быть стена, может быть связка, кстати. Связка и будет ли стена. Как-то подумал насчет стены ДС, но потом как-то решил отказаться. И забрали просто без ультимативных способностей. Ну, вот просто взяли и забрали. Скукать еще. Кстати, 12 хп, но не лопнет фамильяр, потому что ему нужно иметь 10% хп, чтобы лопнуть. Эмбер всегда может подлететь и спасти. Только что убитый Джигер прибежал вниз. Если честно, то Эмбер может его забирать. Но решает улетать. Мог бы на самом деле три реминанта в него закинуть и забрать, пока Джигернал подмонит. Потому что Джигернал ему сейчас ничем абсолютно не задамажит, может рутцами побить, но если его связать, то сильно он не побьет рутцами. Джигернал подмонит. Мумовые Джигернаунты на самом деле нифига не старые, потому что... Ну... Сейчас можно посыпать песком и рассказывать вам кто вот насмотрелись в свою милету, молодежь. И страдают фигними. Кстати, куда летит этот... Ладно. Я не спрашиваю. Реведж... Ну, вдвоих, да, ладно. Такое можно понять. Ну, все равно потеряли гирокоптера, по-моему, еще и... Их ослаб потеряли. Да, много чего потеряли. Если честно, то мало в кого потеряли. Как-то так. Стенка все еще есть. Стенка уже наносит 60% урона от копий. Это будет больно. Достаточно больно, если там пара Джиггеров стакнется и все из них будут бить. Кстати, я удивлен, почему сейчас троих отпустили, почему не было ни вакуума, ни стенки, потому что вакуум, он замакшенный должен быть. Да, вакуум замакшенный. Можно спокойно было закидывать вакуум, даже сейчас, и стенку. Нет? Да, стенка поставилась, но что-то она вообще ничего не делает. Да, стенка здесь никого не зацепила. Ну, так просто для красоты. Опять же, обожаю стенки, которые стоят весь за место, ничего не делают. Забираю троих. И отлично. По-моему, просто шикарно. Забрали мидера, забрали керри, оставили двух саппортов дефать Т2. И у них это не получится, если честно. Вернулся Эмбер с реминанта, откинул реминанта, опять же, на фонтаны и полетел с ТПшечки. Просто на пару секунд. Сделали из Эмбера Тинкера, если честно. И я не против. Это больно, это правильно, это быстро. И фактически то же самое получается. Экс Бласт в никуда, почти. ДСы зацепили, но это ему сильно не поможет. Отличный колдаун, залетел реводжа, нету. Улетает Эхостэн, который, ну, почти ничего не делает. Сливает золокоптер, а Эмбер тут немножечко продамажился, Эмбера забирают. Нет, Эмбер улетел. ДС просто убежит из-за скорости, а визаж просто, просто потому что он, просто потому что это визаж. Если честно, то он не уйдет, он вообще не собирается выходить. Делает даблкил. Бежит за Джиггернаутом, но Джиггернаут здесь, боже, как же его хорошо зацепили-то. Прыжок, Фисты, связочка забрали. Шикарно, просто, просто таск. Молодец. Вот, вот честно, отлично закинул, отличный тайминг. ММД, я, я тебя помню, ты шикарный, я обожаю тебя, просто, красавчик. Позволил своей тиме безнаказанно пушить ХГ на 23-й минуте. Вот, честно, молодец. Просто беги, похиляйся, возьми пражу. Да, мне интересно, он блинг сейчас собирает, или что. Вот, ну, вообще реально, просто красавчик. ДС здесь получил замедление, но ему пофиг, потому что это ДС, побежал дальше. Странно, но он еще как-то вернулся, собирается, нет? Ничего. Че-то там бегает направо-налево, вообще, бессмертный ДС какой-то, если честно. Ну и ладно. Хейст! Саня, если смотришь твич, отпишись. Просто, чтобы знать, понимаешь? Это важно для меня, потому что мне пофиг. Так, оповещания о твиче не было, поэтому сидят только пять команд. пять человек, пять человек с команд сидят на твиче и постоянно девардят. Это, конечно, неправильно, это, конечно, нехорошо, но это неисправить. Я не собираюсь сделать отставание восьмиминутное, просто потому, что мне придется оповещание делать через восемь минут, хотя я их и так не делаю. Я, скорее всего, что-то забуду, зацепляю эту кускару и забираю. Просто не дают кускару на новых эпп-шках впустить пять смертоносных копий, он успевает их за секунду где-то как раз выпустить, когда у него остается там вообще пара. Отличный колдаун, которым просто сбривают шейкера. Реведж вроде бы влетел, вроде бы и задамажил, вроде бы из Джаггернаута, но что-то вообще не тот. Джаггернаут даже не успел помочь, всех забрали. Джаггер Баймбэ, кажется, включает Момы и бежит спасать Родину, но что-то у него это не очень получается, если честно. 25-ая минута падает в бараке. Вот это плохо, если честно. Да, Джаггер попрыгал в толпе крипов, это все мы умеем, без маны, без ничего вообще. Просто пытается отдавить в бараке, но кто-нибудь получается, вот там просто Фомин Яры сейчас зажил. Нет, Баймбэ забрал как хотите. Ну ладно, ладно, потянул время, успели за это время влететь пару байбэков и воскреснуть, воистину воскреснуть пару героев, плюс еще Ямбара, ну так тупо забили. Так что, ну ладно, молодец, считай, отдэфал ХГ. Не очень так, чтобы и сильно, но отдэфал. Что я могу сказать? Отличная стяжечка дает ДС, отличные шарды, но на стенку просто нету маны. Ждет совсем немного, ждет, 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 нажимает арканы, нажимает арканы, я сказал, и дает стенку. Вот это то, что я хотел. Бедного Тайда сейчас просто, ну, просто забивают. Забивают Шейкера, находят Тайда, отличные, как всегда, шарды, и минус пять. Очередной минус пять. Есть гирокоптер, есть Таск, и они идут пушить, потому что байбеков, по-моему, нет вообще. Не помню, байбеков, ну, ну, нету байбека, ну, разве что, может, шейкер байбекнуться, и аппарат за ним, шейкер как раз и байбекается, но, если честно, то он мало ничего сделает, откинет фиссуру, которая ничего не даст, но без их ослама, ну, мало чего сделает, если честно. Вот, а к этому времени у нас возвращается джекернаут, которому, ну, реально сильно дают в лицо подмома. Не появляется у нас колдаун, в принципе, если будут хорошие шарды, то можно... Будут шарды, Бежит, бежит отважно за шардами, но поздно, слишком поздно было все. Кстати, неинтересно, это дает, что сейчас собирает, просто интересно. Рефрэшер, Баттл Фьюри, скорее всего, конечно же, Арбу, я понимаю, но все равно. Отлично, по-моему, отлично реализовали, конечно, не допушили мечников, они сейчас регенятся, они слабо, так по 5 хп в секунду, но неплохо. Супер крипы маги, которые стакиваются, вот истинный пуш, это реально маги, потому что маги, в отличие от крипов мечников, супер маги, конечно же, они пушат незаметно. Как-то, не уверенно, ребята заходят на Рошана, что-то трутся направо, налево, там, Шейкер, где их запалил, помог мне немного. Дайерс, топ-тауэр, и андератак. Ну, с чего-то, вот реально, ходят, ну, вообще вокруг да около. Джаггер, вроде бы, утонул, вроде бы, там, кстати, под медалькой, сейчас реально мощно. Айс-бласт, айс-бласт, по-моему, был в двоих, нет, в одного влетел айс-бласт, вообще ничего не дал, не зацепили шардами, и Джаггер убежал, но вообще, Момку лучше Джаггера не включать, потому что, если бы он не включил Момку, у него бы сейчас было, ну, процентов так на 30 больше хп, если так можно выразиться, столько спадает, просто забрали шейкера, забрали кускара, я даже почти не заметил, а я-то думаю, с чего мафия так Девардил вчера хорошо, все так Девардят хорошо, абсолютно все хорошо Девардят, посмотрите, реплей, абсолютно все команды хорошо Девардят, Варды редко держатся дольше 5 минут, то есть, вот это уже не Вард, вот это, это ветеран, понимаете, то есть, он пережил слишком многое, хотя Вард поставлен в своем лесу, на своем хайграунде, близком очень к себе, так что, не вижу смысла лезть туда нараженный Девардитил, но все равно, это уже Вард ветеран, по сравнению со всем, что здесь творится на этой карте, потому что, ну, Девардят просто по-зверски, потому что видят все, смоки агрессивные пошли, Эмбр здесь светит, так относительно, да, и этот Вард ветеран здесь сильно не поможет, потому что, потому что смоки, в одного, сливают Эмбра, Айсбласт, нет, Айсбласт еще не сливают, Айсбласт просто умирает под калдауном, сливают реведж, и очень даже зря, просто замечальная стенка, она сейчас может идти дальше пинать, нет, какой хороший Эхо Слэм, в стенку влетел, просто, в троих героев, одной кнопкой, все копии, просто, просто отличный Эхо Слэм, в огромную кучу копий, стенка, по-моему, второго левела уже, это, это зверски, если честно, просто было сейчас зверски, если б не это Эхо Слэм, сейчас бы не осталось, ХГ, и топового, и мидового ХГ бы не осталось, скорее всего бы и трона, но, просто шикарный Эхо Слэм летел, он, конечно же, умер Шейкер, но троих героев, одной кнопкой, в стенку, это, ну, это то, что надо, реально, молодец, просто молодец Шейкер, поздновато, но молодец, очередные чудо Этвласты, которые, ну, ну, даже не дамажат, да, я говорил, это будет арба, и она уже появляется, так что, ну, это весело, если честно, то, это классная штука, потому что она дает неплохой реген, и, все-таки, отражение заклинаний, это, это весело, вот, просто весело, если честно. Я, ну, ни разу эту штуку не покупал, не применял ее, как бы, так что, вот, так что, сейчас сижу, вчитываются в него, хочу еще и раз, не, я его, конечно, видел на этих играх, но, но, что-то сильно внимания не обращал на орб, сейчас хочу поподробнее глянуть, что он умеет, вообще идеально бы было зарезистить им ульт джиггернаута, вот, реально было бы, ну, тупо весело, сильного, такого урона, таск не внесет, как джиггернаут, реведж по троим, колдаун отличный залетел, стеночка неплохая, неплохой айс-бласт, эхо-слэм просто не успевают нажать, байбекается джиггернаут, просто сбревают саппортов, затем принимаются за хускара, джиггернаут вроде бы ультует, но вроде бы он под момкой и под медалькой, так что, урон он получает зверский даже от фамильяров, и просто уходит, ну, вот просто в могилу уходит, без претензий, гг пишут, 30 минут, гг было понятно, еще минуте так на 20-й, 100%, наверное, да, конечно, шанс на камбэк, я понимаю, но, укрмафия просто хорошо играют, так что я считаю, что здесь будет 2-0, мне реально жаль дп, они бы могли потаскаться с теми же дк, вот, но, ну, скорее всего, дп уйдут на третье место, я так думаю, в этом турнире, и заберут свои 4 штуки, и все равно неплохо, ребята, не стоит расстраиваться в таком случае, вы все еще можете попасть в Dream Team, там несколько из вас, так что, все нормально, сражайтесь и продолжайте, я тогда остановлю запись.